здравствуйте сегодня мы продолжаем цикл лекции по общей психиатрии тема сегодняшней лекции сознание синдромы нарушения сознания сознание это наивысшая человеческая форма психической жизни субъективное переживание объективной реальности то есть это самая сложная координирующая и интегрирующая функция головного мозга если мой головной мозг себе представим как оркестр и дирижером и этого оркестра будет являться психика сознание это отношение человека к окружающей среде это высший уровень психического отражения действительности свойственных только человеку то есть сознанием владает только человеческий мозг сознание это общий хозяин всех психических функций благодаря которым перед человеком с той или иной степенью ясности представляют различные явления составляющие конкретно содержание его психологических функций и свойств еще до того как приступить к какой-либо работе человека обдумывает предварительно строить планы выбирать необходимые средства выступает в общении с другими людьми проверять свои успехи на промежуточных этапах исправляет предыдущие ошибки и преодолевает их такая деятельность носит название сознательной деятельности сознание обеспечивает первое обобщение и целенаправленное отражение мира выделением человеком себя из окружающей среды предварительное мысленное построение действий и прогнозирование их последствий контроль и управление личностью его поведением способность отдавать себя отчет в том что происходит в окружающем и духовном мире сознание имеет исторический характер то есть она возникает и развивается с определенными преобразованиями в истории человеческого общества сознание меняется в течение человеческой жизни у новорожденного ребенка она отсутствует но по мере физического психического развития она возникает дифференцируется и совершенствуется сознание ребенка и пожилого человека различна зависимости от возрастного периода хотя это часть сознания одной личности все это элементы одного большого я сознание определяется активностью сознания это направленность на какой-то объект или цены или целенаправленное его познание способность к рефлексии и интерспекции способность осознавать самого себя и другого человека мотивационно целостный характер направленность на то что обеспечивает им отвечает потребностям человека и его ценностным ориентациям то есть осознание нравственной категории и последнее это различный уровень ясности сознания патологию этого нарушения мы с вами рассмотрим то есть виды сознания первое значит это общественное сознание индивидуальное сознание или мы еще вы называем самосознание и самое последнее это подсознание сознание опирается на множество врожденных и выработанных механизмов которые протекают без осознания текущих событий то есть делятся на бессознательное и подсознательное то есть любые действия которые производятся мозгом в зависимости от сознания будут у нас происходить бессознательно или подсознательно к свете бессознательного относятся безусловно рефлекторные акты жизнедеятельности обеспечивающие сохранность нашей жизни здоровье и инстинктов то есть это стремление к теплу потребность в еде потребность в общении сфере подсознательного относятся условно рефлекторные выработанные и автоматизированные трудовые двигательные то есть это навыки речи письма сознание активно и направлено на подсознание характеристики индивидуального сознания первое это степень его ясности то есть уровень бодрствования второе это объем конкретно говоря это широта охвата явлений окружающего мира и собственных переживаний содержанием которое это составляющая полноты и адекватности критичность оценки используемых запасов памяти мышление эмоционального переживания и последняя непрерывность то есть способность осознавания и оценки прошлого настоящего и будущего патология сознания мы их определяем по критериям помрачений создать сознание то есть по тетради ясперса первое это отрешенность от действительности второе дезориентировка во времени вместе и окружающих лицах и главное в собственной личности непоследовательность бессвязность инкогерентность мышления и последнее полное или частично амнезии реальных событий период нарушения сознания именно при определении помрачения сознания мы используем этот тетраду ясперса перед вами вами представлена категория патологии сознания то есть патология сознания сознание делится на синдромы выключения сознания и синдромы помрачения сознания синдромы выключения сознания относятся оглушением сопр и кома а к синдромам помрачения сам сознание относятся делилий анероид сумеречные расстройства сознания и аминцы давайте разберем по очереди каждой из них первое это оглушение при оглушении повышается порог восприятия и ощущения замедляется психические процессы мышление инертное оно бессвязанное ориентировка во внешности в себе и в окружающем неполное больные выглядят вялыми растерянными сонливыми и происходят индулирующее сознание следующие сопа переводе оцепенение глубокий сон контакт с больными нарушен больные производят впечатление спящих они производят повторные бессмысленные движения и слова но сохраняются безусловные рефлексы момент разлетого торможения всех коры психомоторного возбуждения происходит бунт подкорки то есть кора отдыхает а подкорка начинает свою деятельность следующая кома переводе означает беспамятство больные представляет виде непробудного сна полное выключение сознания отсутствовать все условные и безусловные рефлексы и отмечаются сама то вегетативное расстройство обычно больные перевод переходят после комы в агонию или обратное развитие следующее нарушение это аминция происходит ассоциативная бессвязанность то есть растерянность и инкогеренция пациента невозможность осмысления окружающего и нечеткое сознание своего я у больного происходит возбуждение пределах постели непрерывные стереотипные движения головой или конечностями настроение бывает изменчивая она может быть или агрессивным или наоборот они практически не вступают в контакт речь пациента бессвязанная они производят какой-то набор слов или звуков речь понять невозможно вечером или ночью возможно зрительные галлюцинации или же зрительные иллюзии при аминции практически не бывает светлых промежутков то есть аминция длится стабильно после аминции происходит полная амнезия периода поврочения сознания то есть больные практически не знают где они находились и как они полностью амнезируют все происхождение следующее делили происходят происходят наплывы при дали из цена подобных зрительных галлюцинаций происходит выраженное двигательное возбуждение больные во время делирия могут выбегать бесконтрольно совершать какие-то двигательные возбуждения возбужденные действиям вплоть до того что могут предположим во время алкогольного делили они могут выпрыгнуть в окно все это делается бессознательным чаще всего делили сопровождается острым чувственным бредом чаще всего это бред ревности бред преследования также характерно эффективные расстройства то есть видим возбуждение маниакального беспокойства и последнее характеризующее звено делили это дезориентировка вместе времени окружающих окружающих пространстве но самосознание сохранено он точно знает кто он и что он то есть в себе больного дезориентировки не делили имеют следующие стадии первая стадия это изменчивое настроение говорливость непоседливость больные очень раздражительно у них происходит гиперэстезия расстройство сна практически пациенты перестают спать и происходит наплыв ярких воспоминаний с образными представлениями речь непоследовательная бессвязная и они говорят много бессвязано и практически не контролируют свою речь чаще всего делилий нарастает к вечеру вторая стадия делилия характеризуется паридолиями происходит лобильность этого эффекта усиливается гиперэстезия светобоязнь периодически происходят светлые промежутки то есть больной как будто бы приходит себя но опять погружается в делили сон поверхностной или же полная бессонница появляется устрашающие сновидения гипногогические галлюцинации следующая стадия делилия третье характеризуется выраженными зрительными и вербальными галлюцинациями происходит фрагментарный острый чувственный бред двигательное возбуждение сопровождается страхом тревогой к вечеру и к ночи состояние утяжеляется к утру происходит непродолжительный сон одной из патологии сознания является муссирующий деление он характеризуется хаотическим беспорядочным возбуждением обычно в пределах постели невнятное бессвязанное бормотание с произнесением отдельных слов слогов или звук на высоте появляются хореоформные гиперкинезы и симптом карфологии то есть бессмысленные хватательные движения или движения пальцев рук разглаживающие или собирающие складки одежду чаще всего так как больные находятся в пределах постели они перебирают простынь или покрывала на котором они укрываются следующая разновидность на патологии сознания это профессиональное деление это более глубокое помрачение сознания преобладание возбуждений в виде автоматизированных актов над наплывом галлюцинации больные выполняют привычные для них действия где за происходит дезориентировка больного в окружающей обстановке и полное отсутствие на окружающей то есть больной полностью погружен происходящее чаще всего на примере можно привести предположим врач который долгое время был хирургом он может совершать эти движения и дискальпеля если он был неврологом он производит эти движения молоточком если это швея она производит движение повторяя движением и полки и создают впечатление как будто бы она шьет но эти привычные действия сопровождаются полной дезориентировкой в окружающей обстановке и они практически не реагируют на ваш осмотр или на ваши они практически не отзываются на осмотр следующее анероид это сновидное расстройство сознания то есть полная отрешенность от окружающего пациентам не реагирует на осмотр и они погружены фантастическое содержание переживаний они полностью перевоплощаются и видоизменяется свое я переживание развертывается как чередующиеся фантастические ситуации после анероида больные вспоминают что они оказывались каких-то исторических событиях как будто бы они слетали на марс или они были где-то виды анероида грезоподобный фантастический иллюзорный и экспансивный или депрессивный у анероида также бывают свои стадии 1 это начальник во время которого происходит лобильность аффекта то есть они могут быть или депрессивными или же наоборот появляется у них возбуждением обязательным является бредовое настроение то есть уже после начального стадия больные начинают высказывать бред чаще всего преобладает бред и сценировки а также появляется острый фантастический парафрены или ориентировочные анероида следующая патология нарушения сознания это сумеречное помрачение сознания первым отличительным факт фактом сумеречного помрачения сознания является дезориентировка в окружающем чаще всего сопровождается развитие галлюциноса или острого чувственного бреда аффект тоски злобы и страха также происходит неистовое возбуждение или внешне упорядоченное поведение чаще всего сумеречное нарушение как неожиданно начинается также и внезапно заканчивается продолжительность сумеречного нарушения сознания происходит от нескольких часов даже до нескольких дней дело в том что когда больные входят в сумеречное нарушение то есть они неожиданно могут когда выходят из сумеречного помрачения сознания они оказываются например в чужом городе и когда они возвращаются домой оказывается что они предположим два-три дня не были дома но опять-таки как она внезапно начинается также она внезапно заканчивается варианты сумеречного помрачения сознания это бредовый вариант галлюцинаторный вариант и дисфорический вариант или он называется еще ориентированный вариант давайте разберем бредовый вариант поведение больного внешне упорядоченное он совершает действия которые вполне адекватны и соответствуют обстановке но больного взгляд совершенно отсутствующие особая сосредоточенность и молчаливость только ощущение что он усердно занимается каким-то делом совершаемое общественно опасные действия могут выглядеть заранее обдуманными и подготовленными то есть если наблюдать и потом расценивать его действия а поражаешься тому что пациента делает все заплана делать все по плану и такое ощущение что он был подготовлен к этим действиям после восстановления сознания больные относятся к совершенным поступкам как чуждом их личности они не признают что это было сделано ими и они совершенно полностью забывают про это но в то же время все их переживания имеет бредовый характер галлюцинаторный вариант это особо тяжелый вариант сумеречного расстройства сознания при котором преобладает галлюцинаторные переживания состояние состояние чаще всего бывает в виде выраженного возбуждения также имея больные бывают агрессивные и они имеют разрушительные тенденции дисфорический вариант или мы его называем еще разрушительный вариант то есть больные имеют тенденции к разрушительным действиям они агрессивные у них есть имеется элементарная ориентировка в окружающим то есть они практически могут ориентироваться только в каких-то определенных своих движениях после сумеречного расстройства сознания происходит полная амнезия всех поступков и действий но имеется им ретардированная или как мы еще называем отсроченная амнезия непосредственно после разрешения сумеречного состояния в течение нескольких минут или часов больные хотя и не отчетливо но вспоминают события и свое поведение в дальнейшем уже развивается амнезия к особенностям и разновидностям сумеречного расстройства сознания относятся абсанс это кратковременное отключение сознания чаще всего абсансы бывают при эпилепсии то есть это секундные застывание больного и после которых он полностью анализирует то что произошло к ним же относятся фуги это пароксизмальные автоматизированные действия то есть во время фуги больной может автоматически выбегать и куда-то бежать сам не осознавая это но это фуга также имеет пароксизмальный характер который как началась также и заканчивается быстро следующее транс он может наблюдаться в течение нескольких суток тогда когда больной может пройти очень большие расстояния он даже может купить билет на самолет и улететь хотя все это происходит без сознательном состоянии сомнобулизм или мы его еще на народе называем лунатизмом это автоматическое действие во время сна больной полностью анализирует все что действует делает но все свои действия он делает очень правильно то есть автоматически действие во время сна он может открыть окно и подумать что это дверь и выпадать есть такие моменты когда больной во время сомнобулизма мог совершить какие-то действия ну например ударить кого-то или предположим он может совершить какие-то действия видя тех автоматически если он например занимается ремонтом телевизора он может автоматически прийти в другую комнату и начать разбирать телевизор а потом уже на утро он неосознанно думает что же я делаю полностью анализирует все свои действия но сомнобулизм должен быть только в сна а спасибо за внимание спасибо 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 Продолжение следует...